Катен Всем привет, добро пожаловать ко мне на канал Мой канал посвящен синтезаторам, электронной музыке и моему творчеству Добро пожаловать, кто впервые здесь Ну а сегодня я сделаю обзор на Arturia Microfreak Расскажу вам об этом синтезаторе Конечно, вы уже многие знаете про него, но у меня есть Вот такая версия Stellar Это такой черненький Arturia Microfreak, уже третий по счету Был первый обычный, какой-то серый Второй был белый, Avocoder Edition И вот этот вот Stellar, у него немного другой дизайн Микрофона в комплекте у него, к сожалению, не было, мне пришлось докупать Это цифровой синтезатор с аналоговым фильтром Но в этом синтезаторе есть много очень всяких особенностей Давайте сразу на панели посмотрим, что тут у него такое интересное есть У него есть матрица модуляции Если вы играли когда-то в морской бой, то примерно понимаете, как это работает Нужно выбрать один параметр слева и второй параметр сверху Поставить между ними точку и таким образом модуляция будет работать Можно представить, что вы подключаете патч-кабель в Eurorack системе из одного к другой И управляете количеством этого эффекта Здесь есть настройки осциллятора Здесь есть Glide Здесь есть секвенсор и арпеджиатор Это отдельная история Здесь очень клевый, интересный секвенсор Тот самый фильтр Аналоговый, но с цифровым управлением, чтобы в пресетах можно было сохранять У него есть обычная огибающая Есть LFO И есть еще одна огибающая дополнительная, которая может работать в трех режимах Как огибающая, которая запускается во время триггера Также она может работать на повторе, на луп То есть есть такой сайкл режим И есть еще сайкл режим, который также триггится от клавиши Ну или там от секвенции И эта огибающая, она вообще-то очень похожа на модуль MATS То есть если мы возьмем модуль Make Noise Поделим пополам То вот эта половинка одна примерно Ну мне очень так напомнил Вообще здесь очень много корреляций к Eurorack системе И не только к Eurorack, вообще в принципе к модулюм и синтезатору К букле, например Потому что внешне этот синтезатор немножко напоминает букла EASYL Что очень хорошо И я знаю, что эти клавиши, которые здесь являются Touch sensitivity, да Они могут передавать третий показатель, который здесь есть Pressure Они могут передавать, ну вот, внешний синтезатор Например, на модульный Что, конечно же, здорово Потому что мы можем использовать как дополнительный контроллер CV контроллер Потому что тут есть CV гейты Для нашего Eurorack синтезатора Есть синхронизация по клоку И есть MIDI in и out То есть с другими синтезаторами Которые поддерживают MIDI Его тоже можно синхронизировать Поскольку Microfreak очень здорово коннектится с Eurorack системой по CV То я решил в таком ключе сегодня его и демонстрировать Мы берем просто три патч-кабеля Подключаем к Eurorack синтезатору В моем случае это будет модуль Knit Который, он же Plates, да Это клон И о сходстве с этим модулем Microfreak Я сегодня еще поговорю Мы можем подать секвенцию с Microfreak на внешний синтезатор И таким образом вы получаете контроль над вашей Eurorack системой CV, Gate, ну и Pressure То есть три показателя можно на него передать Забавный секвенсор, который содержит в себе режимы Spice и Dice Он также доступен для внешних устройств И мы можем импровизировать в процессе записи наших синтезаторов Еще и внешними синтами Что, конечно, тоже очень здорово Поскольку в Microfreak есть дополнительная сайклинг-огибающая А также показатель прежа на клавиатуре То мы можем создать какой-нибудь West Coast патч в стиле букла Мы плавно перешли к клавиатуре Которая является некой особенностью этого синтезатора Вы получаете удовольствие от игры на ней Если вы хотите управлять звуками как-то экспрессивно Потому что можно использовать силу нажатия Для того, чтобы управлять каким-то параметром Это по-настоящему обеспечивает какие-то необычные ощущения от игры Но в то же время это и плата за то, что Здесь нет обычной и привычной всем клавиатуры Прикасание к клавиатуре работает очень хорошо Если вы, например, не хотите, чтобы параметр модулировался То вы нажимаете обычно Если вы хотите устроить какую-то модуляцию То вы просто продавливаете сильнее эту клавиатуру И вы, в принципе, управляете звуком Эти настройки также настраиваются в меню И мы можем сделать прикасание под нас подстроить То есть они будут более легкие Или, например, нужно будет посильнее нажимать Степень нажатия регулируется Поскольку этот синтезатор немного фриковый Из-за своей клавиатуры в том числе То здесь есть классная особенность Можно выставить скейл какой-нибудь удобный И вдруг, если вы промазали по клавиши Или рядом нажали нечаянно какую-то клавишу То вы всегда можете двигаться в рамках одного скейла И звучать музыкально У микрофрика есть здоровский секвенсер Он, конечно, не пошаговый Ну, точнее, нету этих шагов, как в привычном Таком родовском стиле Но эти шаги можно редактировать, в принципе, несложно Я сначала думал, что это будет не очень удобно Но, разобравшись, понял, что это удобно Есть также четыре параметра, которые можем записывать В этот секвенсер, помимо нот Можно управлять, например, каким-то фильтром Также сверху на секвенсер можно наигрывать какие-то ноты А режим Spice Dice, это такая особенность этого синтезатора Позволит нам импровизировать уже с существующей секвенцией То есть ноты остаются те же Меняются лишь длина триггера и расстояние между ними Когда мы используем Spice, специю Мы выставляем количество, насколько сильно эта специя будет Насколько сильно этой специей будет приправлена наша секвенция Ноты тут не трогаются Меняются лишь только шаги А костями мы сбрасываем вот этот рандомный параметр Как именно будет выглядеть наша гейта То есть меняется, по сути, длина нажатия Можно импровизировать секвенции, и это, конечно, здорово Если вы не сильно хотите развивать мелодически вашу партию Но хотите при этом разнообразить ритмическую партию и мелодию То это как раз-таки вам поможет Таким образом можно устроить парт A, парт B в вашем треке C, D или CD, как угодно Но, к сожалению, настройка Spice Dice не сохраняется в пресете И она предусмотрена для живого выступления Ну, вы всегда можете записать аудиофайл, который получился Ну, скажем так, зарисовка получилась Сразу в аудио его отписали И потом эти различные секвенции можно стыковать друг с другом И придумывать в аранжировке уже какие-то интересные моменты Про этот секвенсор я снял отдельное видео на Boosty Так что, если вам интересно разобраться, как он работает Переходите туда, становитесь подписчиками и смотрите мой контент Microfreak довольно компактный синтезатор Он не очень большой и легкий Если вы никогда не держали в руках, то представьте, что это пластиковый синтезатор Который вызывает на самом деле очень такие приятные ощущения Эти пластиковые кнопки, я не знаю, мне, по крайней мере, они очень нравятся И мне кажется, что это девайс, который почему-то хочется взять с собой Ну, он питается от пауэрбанка, что очень здорово То есть можно просто по USB запитать К сожалению, от USB мы не можем его увидеть как интерфейс в нашем компьютере Но при этом Microfreak разработали software Media Center Который можно использовать для того, чтобы закидывать туда пресеты Их как-то компоновать Ну и записывать сэмплы Конечно, взяв на природу такой девайс Если мы будем делать какую-то буклопатч То, конечно, ему понадобятся дополнительные какие-то инструменты Чтобы сделать клевую композицию Но Microfreak богатый на тембры И, конечно же, можно использовать, например, какой-нибудь патч в стиле Hang И прихватить с собой какую-нибудь педальку с батарейками И тогда уже можно полноценно играть какой-то Ambient Set Или, ну, что-то типа того Может, какую-то импровизацию музыкальную Выбрать Scale, настроить режим, похожий на Hang И обрабатывать его эффектами Microfreak предлагает более 10 алгоритмов синтеза И с каждой прошивкой они появляются все больше и больше Там появился недавно гранулярный сэмплер Как раз-таки именно с этой Stellar-версией Они выпустили новую прошивку Где можно загрузить свой сэмпл И потом его использовать Если вам не хватает тембров То мне кажется, что Microfreak для этого идеально подходит Когда Microfreak создавался Некоторые движки использовались из модуля Plates Поскольку модуль Plates имеет открытый код И можно использовать его алгоритмы То в Microfreak они тоже есть Также они сотрудничали с Noise Engineering Добавили туда движки Это компания, которая производит тоже модули Тем, кто знаком с модулем Plates Будет приятно увидеть эти движки Для того, чтобы использовать их в своей музыке Но в отличие от Plates, Microfreak представляет собой Более широкий спектр возможностей по управлению Потому что это дополнительный фильтр Это сайклинг огибающий Матрица модуляции И все это примерно умножено на 4 раза Потому что в Microfreak есть парафонический режим Такой практически как полифония Ну парафония от полифонии не сильно отличается Единственное, что у парафонии чуть меньше возможностей Например, там фильтр будет не на каждый осциллятор А там на одну В данном случае, по-моему, это именно так и работает Короче, парафония она делит на группы И с помощью этих групп, если они не конфликтуют друг с другом Получается такая полифония Если вдруг конфликтуют, то иногда голоса заменяются друг другом Я уже упомянул, что новая прошивка позволяет использовать Microfreak В качестве гранулярного синтеза Мы просто можем загрузить какой-нибудь сэмпл И использовать его в качестве своего осциллятора Там появилось несколько гранулярных движков Мы просто загружаем через Software Center Сэмплы, которые нам нужны И используем Благодаря сэмплам теперь Microfreak звучит Еще более богато И можно создавать, например, какие-нибудь лоу-фай темы Ну или какой-то классический хаос Пиано сэмпл можно взять Мне очень нравится, как по-своему звучит здесь такой цифровой перегруз Ну и если очень хотите, можно, конечно, и бит туда загрузить И играть лупом В общем, точно не зря появилась эта функция И она очень здорово расширяет любой из микрофликов Будь то белый, там, первая версия Или вот новый Stellar Из-за того, что есть тут полифония, то есть парафония Мне очень нравится делать какие-то классные пэды И вот один из них, который у меня получился Также мне нравится, как в микрофлике звучат органы Мне кажется, для этих задач он тоже очень классно подходит Секвенсор позволяет использовать его для каких-то Detroit, возможно, сессии Ну или, в принципе, в целом для техно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также благодаря модуляциям Здесь можно получить какой-нибудь джангл бас Подогреть его каким-нибудь компрессором И, мне кажется, будет классно ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Также большой интерес у меня вызывает в этом синтезаторе То, что здесь можно делать классные какие-то one-shot секвенции Для FX-перкуссий, в том числе и с голосом Ну или просто синтезированные перкуссии Типа томов Здесь очень классно тоже заходит Причем рисунки их также можно слайсить и дайсить Ну то есть делать какие-то, вносить изменения И записывать получившийся результат Есть у меня пару пресетов, которые имитируют профит И даже они звучат неплохо Послушайте Ну и вокодер Поскольку вторая версия микрофрика добавила пресеты Которые можно использовать в качестве вокодера Вокодер настраивается, можно сделать более нойзовый Ну или какой-то обычный классический Я тоже докупил к нему микрофон Для того, чтобы использовать микрофрика как вокодер ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Некоторые получившиеся лупы, которые я записал На протяжении этого видео будут доступны также на Boosty Вы можете скачивать и использовать их в своей музыке ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что же, давайте поговорим о недостатках Самый важный недостаток для меня Это то, что он тихий Если использовать его без микшера Или, например, устройство, которое вы будете записывать Нельзя увеличивать громкость То это, конечно, возможно, станет проблемой Я не знаю, почему так, но почему-то он тихо звучит Вторая причина – это его звук Он какой-то не совсем аналоговый Многие, наверное, заметили это Но если использовать его с эффектами То, конечно же, он звучит классно На протяжении сегодняшнего видео я использовал Педали эффекта, которые отправлял на Send Return Точнее, звук отправлял на Send Return И вы слышали, каким может быть микрофрик Но, с другой стороны, если посудить обратно То какой аналоговый синтезатор позволит вам Такое разнообразие тембров и возможностей? Я думаю, что никакой Поэтому идеальный комплект, наверное, иметь Какой-то один аналоговый монофонический И микрофрик в комбо они будут звучать прекрасно И покроют все задачи в миксе Я обожаю микрофрик Он у меня уже второй по счету И он практически, наверное, лучший синтезатор Который был изобретен за последнее время среди цифровых То есть, по сути, вот этот вот период Когда у меня есть YouTube-канал В течение этих трех лет Лучший синтезатор нового мне не попадалось Но я могу вам точно сказать Что если вы будете просто переключать на нем пресеты И слушать, как они звучат Это совсем не то Потому что все эти функции, которые есть в микрофрике Они на самом деле доступны для тех, кто понимает уже в синтезе Как работает матрица модуляции Как работает циклинг огибающая Как их две вместе сочетают друг с другом Да, секвенсор может сначала показаться весьма неповоротливым Но тут есть На каждый пресет есть по два паттерна секвенции Что позволяет также жонглировать Помимо режима Spice and Dice Ну что же, на сегодня все Большое спасибо всем, кто смотрел мое видео До скорой встречи, пока